Ребята, а мы возвращаемся. Момент истины. Смогли-то Бернинг Бэт устроить красивый камбэк. Или же Дай Хардсклад заберут обе сегодняшние встречи себе. Что ж, обе команды готовы. Времени тянуть больше не нужно. Мы начинаем. Альтеракский перевал внезапно у нас. Эту карту я вижу впервые. Сложно предположить, что команды сейчас будут исполнять. На турнире до этого не было совершенно никаких предпосылок к этой карте. И не было драфтов, которые могли бы увидеть. Поэтому мы видим бан или дан от команды ДХС. Неожиданно. Но допустим. И сейчас Бернинг Бэт стоит развернуть свои пушки. Показать, насколько мощно они могут ответить на поражение. Потому что были у нас команды, которые проигрывали первую карту. И потом глаза застилала просто кровавая пелена. И они устраивали просто невероятный ад. И у Бернинг Бэт есть такой шанс. В принципе, несмотря на разницу в дивизионах игроков, как я посмотрел. Я могу сказать, что Бернинг Бэт держались уверенно. И передвижения у них были хорошие по карте. Если они сейчас делают крайне стандартный, такой спокойный в исполнении пик. С достаточным количеством и мгновенного урона, и туннельного урона. То вполне возможно, что они смогут противостоять и на этом уровне ДХС. Тогда кто знает, как развернется игра. Абатур идет в бан от команды Бернинг Бэт. Такой респект отлетел. ДХС. Но в принципе, в этом нет ничего такого. Респект респектом. Ребята увидели, что Абатур утворил грязь в предыдущей игре. Ребята взяли и просто избавились от него. Таким образом, возможно, сломав предполагаемую стратегию ДХС. Потому что что мешало тем же... Дайхардом взять и... Тут же Трейсер опять с тем же Абатуром и начать... Буквально наказывать своих оппонентов. Ауреэль идет на Дайхардскват. И это у нас заявочка на появление какого-либо Гул'дана, возможно. Ну, минимум, какого-то крайне мощного прокастера. Обычно мы видим в этой роли Гул'дана. В редких случаях это может быть Кельтас. Совсем редко джай на КТЗ, потому что эти ребята не сильно подходят для Ауреэль. На принципе, для Ауреэль все что угодно подходит. Но обычно ее берут именно как задумку. Я предполагаю Гул'дана. Но, возможно, у Дайхардов свой план на игру. А вот какой план у команды Burning Bet? Сейчас им надо показать максимум, потому что это одна из сильнейших команд, с которыми им предстояло на этом турнире сыграть. И сейчас надо не экономить ресурсы. Если есть задумки, давайте задумки. Если есть какие-то 100% самые сильные комбинации вашей команды, давайте их сюда. Каразим или Орик идет? Я готова. Огромного количества жира в мели. А о пиках команды ДХС можно сказать то, что в принципе понятно теперь, для чего здесь Ауреэль. Я признаюсь, меня команда Дайхардсклад обхитрила в том числе. Это задумка под Ауреэль. Ауреэль плюс Вала. Именно такая комбинация будет сегодня исполнена. Зря здесь как дополнительный сустейн берется для Вала. А Вала будет основным кор-героем. Кстати, да. Пользуясь тем, что пока еще драфтовая стадия. Чагал это то, что видимо они ожидали. И до сих пор ожидают увидеть. Абсолютно верно. Я как-то даже не подумал. Отсюда ведь все так очевидно. Увидели Ауриэль? Ага, Чагал. Надо сразу набрать много жира. Но, учитывая, что здесь появилась Вала и Заря. Я никак даже в сторону Чагала не подумал. Но, по всей видимости, команда Берлингбет решила перестраховаться. И сделал такие вот превентивные пики. В любом случае, что Леорик, что Каразим довольно неплохие герои. Леорика вполне можно использовать для отличной соло-линии. Каразим, как был хорошим саппортом, не самым популярным. Тем не менее, по-прежнему хорошим саппортом. Так и остается им. Его стадис в определенные моменты может решать игры. Так что Берлингбет вполне еще могут перестроиться под своих оппонентов. Идет Вариан. И что будет к Вариану у нас? Утор. Свет всегда с тобой. С одной стороны, пик Вариан — это отлично. Таун Чивариан — это то, что может помешать команде Die Hard Squad в отношении Корвалы, которая должна будет устраивать максимальную грязь. С другой стороны, после утра пика Берлингбет стал состоять из мили-героев вообще. Где мы окажемся на сей раз? А вот и причина, по которой Вала была Коргероем. Все, вот теперь стримера не обманули до конца. Стример предполагал, что Вала будет основным Кором. Просто я не знаю, для чего ее делают Кором. А делают ее Кором для первых викингов за восточный регион. Да, это первые викинги. Были ранние викинги на западном, абсолютно точно. И, собственно, вот эта вот четверочка будет стоять на одной линии, пока викинги будут собирать опыт и пытаться контролировать карту на всех остальных местах и линиях. Клево, клево. Die Hard Squad оказывают полный респект своим оппонентам и показывают против них весьма интересные задумки. Такого, во всяком случае, я еще не видел за этот турнир. Последний герой от команды Берлинг Бет это Зулджин. Итого, мы имеем необычный сетап, в котором Зулджину отведена, по сути дела, такая же роль гиперкэрри. Единственное, что Берлинг Бет абсолютно точно есть, это отличнейший фронт. Пройти через него будет крайне тяжело. С другой стороны, там ЕТЦ, там Мушпит. Ох, непросто будет в команде Берлинг Бет, непросто. Поскольку им надо буквально за двумя зайцами сейчас угнаться. Им надо не потерять опыт, вместе с тем, для того, чтобы пытаться побеждать в драках, им надо переходить на точки всем вместе, иначе они не остановят врыв от команды Die Hard Squad. И кроме того, имея четырех милишников, им необходимо не зажиматься. Что самое тяжелое в этой ситуации. Если они зажмутся, если они соберутся в одном месте, это гарантированно будут попытки Мушпит от ЕТЦ. Я очень сомневаюсь, что ЕТЦ в данном Сатафе будет через прыжок, потому что прыжок здесь имеет крайне мало смысла быть глобалом ЕТЦ, когда у вас есть викинги совершенно ни к чему. Ох-ох-ох, я думал, что прошлая катка будет непростой для обоих команд. Но эта катка будет совсем сложной. Берниги должны показать максимум. Должны, потому что иначе взять эту игру представляется крайне сложной задачей. Итак, команда на поле боя. Я могу переходить к их представлению. Команда DieHardSquad, ДХС Фрофиев, Вала, Энраки, Взаря, Гнокки, Потерявшиеся Викинги, Майо, Аурель и ДХС Джеймс ДЖРЗ, ЕТЦ. Команда BurningBet представлена Каразимом, которого исполнен Red Crown, Сантанов на Зулджине, ТФН Хостер будет Показывать нам Леорика. Энсент будет за бывшего короля Альянса Варяна и Телан Сони Утар. Вся четверочка команды BurningBet выходит наверх. Возможно, они ожидали 10 лиц своих оппонентов. Вместо этого DieHardSquad пошли забирать башню на нижней линии и скорее всего это будет размен. Размен должен быть. Да-да-да, вы понимаете, что эта команда BurningBet пытается разменять сторону. Гноки едва уводит своего Олафа из-под обстрела всех возможных скиллов команды BurningBet. ДХС уже забрали первую башню, забирают вторую. Тут у нас тоже минус одна башня. Пока команды дышат друг другу в носик, падает вторая башня. Тут уже крипы обоих команд. И переходит, сразу ДХС переходит на форт. Просто волнееносно открывают линии друг к другу. Немножечко замедлением то же самое делают BurningBet. Господи, ребята, что вы творите? Это будет минус два форта на первой же минуте игры. На второй уже, но тем не менее. Да, ничто не остановит ни ту команду, ни другую команду. Здесь пробитый Фрофи, пробитый Майо, но тем не менее форт за ними. И ребята идут ли дальше? Да, ребята идут дальше. Едва не умирает от крипов Ваула, но не умирает все-таки. И падает тут же форт от команды BurningBet. И BurningBet уже перетягиваются защищать свою, по всей видимости, Т2. Боятся, что не угонятся со своими оппонентами. Да, они идут защищать Т2. Перемещение команды BurningBet ДХС видят прекрасно. Поэтому отходят своевременно. Господи, я же реально... Я думал, что сейчас обе команды будут на скорость брать друг другу кору. Для BurningBet, кстати, это был бы неплохой вариант попытаться закончить эту игру. Если бы они еще и раньше это сделали, я бы посмеялся. Тем не менее. Тем не менее. Начинается противостояние без двух фартов. Правда, викинги на боковых линиях. Хонор, Хослер уже тут собирает опыт на одной стороне. На второй пока никто опыт не собирает. Начинается явное преимущество стороны команды DieHardSquad. Полуровня. Это слишком много. Надо что-то делать в команде BurningBet. А четверочка вместе с внезапно Болиогом. Пятерочка. Команда DieHardSquad стоит на центральной линии. Уже попадает под рассказ Вариант. Но урона не так уж и много на текущем момент. Гиперкерри валы еще пока что не такой гиперкерри, как хотелось бы. И пятерка DieHardSquad более или менее двигаются по отношению к вражескому форту. Влетает туда ЕТЦ, пытается фронтить, пытается дать простор для своей валы, но тем не менее довольно рискованное передвижение. Есть чем ответить команде BurningBet, а едва уносит оттуда свои копытца ЕТЦ. Ребята, Бёрнинги, 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 понимаете же вы, что у вас тут стоит Эрик. Эрик выиграл уже уровень. Тут же DieHardSquad чуть было не отлетело от урона, который в него вошел. В этом смысле команда BurningBet смотрится пока что поувереннее. Если только BurningBet поймут, что они проигрывают уже уровень из-за Эрика, стоящего внизу, то у них все еще будет хорошо. Главное, не теряйте этот момент. У вас есть чем противостоять Викингам. В итоге Каразим уходит стоять против Эрика. Леорик перемещается на центральную линию. Оформлен минус Эрик, но теперь никого нет у Олафа. Продолжается агрессия от команды DieHardSquad. Они по-прежнему пытаются накинуться на Кору и худо-бедно, но потиху Кора начинает... Не Кора, Форд, извиняюсь, ребята. Форд начинает падать. Пока что для BurningBet приятным раскладом является то, что даже исправлено отставание по уровню, все еще пока ЕТЦ чувствует себя не очень уверенно, как фронт. Впрочем, ЕТЦ не является танкующим героем в полном смысле этого слова. ЕТЦ здесь для того, чтобы пытаться делать скиллы для Валы, а не для того, чтобы фронтить. Фронт у них так, поскольку, поскольку, влетает Вариан сразу же ЕТЦ пытается зонить, попытается на провокацию, на террасе ЕТЦ никуда не уходит, но Вариан уже почти нет здоровья, едва, едва отхиливает, не отхиливает в итоге УТР. Один в один, ребята вынуждены отходить, тем более, что нету практически лица у Сантанова, нету у Хостера, но тем не менее, пытаются как-то агрессировать, пытаются ребята из Берлингбет агрессировать, и они не позволяют случиться кабанчикам Альянса по трем линиям. Все еще пытаются драться, и Баун падает подрасказ, едва получает щиты, ее умудряются выкилить, но если бы чуть-чуть медленнее отреагировала команда Дайхардскват, то скорее всего это была бы минус вала. Так или иначе, если бы ДКБ, тем временем все-таки Баллиок забирает этот форт вместе с компами выпущенными, и по контролю карты Дайхардскват просто сумасшедшим образом лидирует, пытается Каразим как-то оформлять скиллы, но без Каразима Берлингбет вынужден сжаться, потому что отхила-то нет, нечем за... А, извиняюсь, отхил есть. Я все это время немного неправильно говорил, у них и утро и Каразим одновременно. Простите, невнимательность бывает. Каразим попадает под Фрофи, Фрофи пытается его добить, тут уже ЕТЦ, благо, что Берлингбет приходит на помощь своему Каразиму, и это позволяет Каразиму выжить. Тем не менее, ЕТЦ делает фронт вместе с Зарей, Заря попадает под провокацию, выживает ли она, очень много урона выдает Берлингбет, очень много урона, но недостаточно, чтобы наказать Нраки, Нраки спокойно уходят. Кабанчики, баранчики, точнее говоря, Альянса, уже выходят по всем трем линиям, и команда Дайхардсклад в полном составе, во всяком случае, своей четверочкой пытаются пробить нижнюю линию. В опасности сейчас находится Берлингбет, они здесь четвером вынуждены обороняться от такой же четверки Дайхардсклад, пока в центре вообще никто не мешает Викингам, сверху Леорик пытается обороняться от Ивента и от Уоллафа одновременно, и тут падающая сторона, ЕТЦ перекатывает Каразим, Рэдкраун пытается уйти, уходит, в принципе урона не следует, но это не нужно команде Дайхардсклад, Дайхардсклад просто забирает Форд, и это уже открытая сторона, это минус Каразим, Валу все-таки начинает по тиху делать свое дело, Мошпит двоих, там Варен, там танцует Утар, забивает тем временем команда Дайхардсклад несчастного Троля, который не попал под Мошпит, но тем не менее оказался в очень легкой ситуации, это идет уже нападение на Кору, Дайхардсклад не забирается, останавливается, шестая минута, что же вы творите-то, черти, сражается, сражается, несчастный, жалкий орд, но не может узнать под Натиском Альянса, тем не менее, Фрофи вынужден отойти, у Дайхардсклад осталось уже не так много здоровья, Веренгбет в принципе обороняются, но вы посмотрите, это ведь седьмая минута, и это два форта на минусе, идет кристалл, Фрофи, Фрофи пытается это фокусить, пытается, Веренгбет со всех сил, как только могут разменяться свалы, размениваться, Каразим отходит, все люди из команды Беренгбет выживают, Господи, несчастное утро попало под контроль ЕТЦ, Орк тут же наказывает ЕТЦ, но размен был неплохой, выходит, выходит, тролль убивает, команда Беренгбет сразу двоих из команды, Дайхардсклад, и видимо, минус корот, все-таки не получится, идет отличная тамбайн, раки, некуда деваться, идет весь урон по энраке, ребята, из Беренгбет сокращает разрыв по уровню, остался еще полтора уровня, если они смогут оформить еще минуса, то они смогут сравняться, и пусть даже у ребят из Беренгбет минус два форта, но минус два форта, это все-таки еще не минус главнокомандующий орк на этой карте, и пока стоит этот храбрый вождь Орды, стоит Орда, и Беренгбет это понимает, Беренгбет и не планирует проиграть, старается как можно дальше отвести свои линии, потому что следующий дар уже через 2 с 8 секунд, и к этому моменту Беренгбет уже должны быть готовы как-то драться, пускай даже с разрывом в два уровня, но все-таки, если они проигрывают ивент сейчас, то игра заканчивается для них плачевно, но если они каким-то образом выиграют, и сейчас мы все увидим с вами, Дхэйт сходится в Беренгбет и уже находится на фронте ЕТЦ, ЕТЦ отгоняет героев с одной стороны, пока сверху Рэдкраун пытается размениваться с Зарей, заряжает ей щиты, но больше пока не пробивает, заходит, отлично тамба по двоим, но тут же Байл оформляет, минус Каразима, идет Мошпит, Мошпит и Леорик, Леорик под неудержимостью все-таки выходит, всего лишь пока что минус один, Беренгбет еще могут прозвать драться, нет, уже не могут, Варен практически отлетел, уже не может особо драться, то же самое Леорик, Сантанов минус хп балла, догоняет Леорика, не дает никаких шансов уйти этому повелителю мертвых, и, да, Хардсклад оформляет минус два, таким образом выигрывая себе время забрать именты, они пытаются забрать Кэмп команды Беренгбет на Беренгбет в меньшинстве Рэдкраун уже возродился, Рэдкраун приходит, сейчас живет Леорик, будет ли драться команда Беренгбет? Не будет, нет, не будет драться она за Кэмп, Кэмп запускается по центральной линии, сейчас уже вынужден Кр-1 защищать своего лидера на своей базе, и идет отличнейшая тамба от Леорика, но уже минус практически все лицо у всей команды Беренгбет, размен получается с Валой, гиперкей Валой умирает, сразу под неуязвимостью, под Баблом тролль оформляет еще по сути дела никого, очень много урона внес тролль, но не хватило всего этого дела для того, чтобы наказать команду Дайхардскват, и Дайхардскват вчетвером нападает на Кору, пытаются еще обороняться в Беренгбет, пытаются, но преимущество в три уровня за команду Дайхардскват, и однако же, однако же, ЕТЦ едва было не отлетел, отличная была лапа от Леорика, но это ведь Дайхардскват еще без своих баранчиков, баранчики уже пришли, и уже бой идет совсем не на равных условиях, и ивент вместе с командой Дайхардскват заканчивает это противостояние. Что ж, дрались достойно на Беренгбет, но команда Дайхардскват показала даже не просто какой-то золотой пик, не что-то такое стандартное, они показали задумку через гиперкэрри Валу и викингов, и просто забрали эту карту, иначе сказать нельзя, ребятам из Беренгбет стоило в начале игры не давать произойти разрыву в уровень, как минимум. Надо было Каразиму сразу идти вниз в противостоянии с Эриком устраивать. Возможно, это спасло бы команду Беренгбета столь скоропалительной разницы по уровню, но когда после плюс одного уровня для Дайхардсквата еще произошла плюсовая для Дайхардскват драка, шанса для Беренгбет выиграть уже осталось очень мало, потому что с того момента игра начала напоминать очень большой снежный ком. Тем не менее, Беренгбет дрались достойно, в принципе некоторые драки проводились даже и неплохо. Были моменты, когда я начал было верить, что Беренгбет все-таки развернул ситуацию, потому что оформляли они минусы, наказывали они за сильные нагулы команды Дайхардскват местами, но не удавалось у Беренгбет все-таки реализовать эти наказания. Ну что ж, так или иначе, противостояние команд завершено, Дайхардскват уходит с двумя победами. А буквально через полчасика, да, через полчасика мы увидим с вами противостояние другой команды, вторых фаворитов этого турнира Изи Лайф и команду Out of Control. И там мы увидим вполне возможно, что еще одно очень сильное противостояние. Все, ребята, полчасика и мы будем смотреть Изи Лайф и Out of Control. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok